Дорожные аварии Еще на слуху у всех дорожная авария, которая произошла в Ивановском районе в сентябре 2017 года, когда в происшествии, произошедшем с автомобилем Мерседес и тепловозом, погибли 5 несовершеннолетних. Это двое 16-летних парней и дети в возрасте 3 и 2 лет. Эта дорожная авария унесла в тот день жизни 6 человек. К сожалению, такие происшествия происходят и для того, чтобы дорожных аварий на ЖД-переездах и чрезвычайных происшествий не происходило, проводятся такие дни для того, чтобы напомнить водителям правила безопасности, правила дорожного движения в части проезда железнодорожного переезда. Сотрудники дистанции пути Белорусской железной дороги, госавтоинспекции, отдела внутренних дел на транспорте и дорожных служб проводят дежурства на территории всей Брестской области. В городе Надбугом особое внимание уделено железнодорожным переездам на улице Пушкинской, Суворова, Коммерческой и других. В ходе профилактического мероприятия инициаторы провели инструктаж с водителями, велосипедистами и пешеходами, напомнив каждому о правилах пересечения одного из самых опасных участков дороги железнодорожного переезда. Так как путь и переезд являются зоной повышенной опасности, надо внимательно соблюдать правила, как и водителям, так и пешеходам, так как у нас он оборудован пешеходной дорожкой. Также у нас переезд, наш и другие переезды в городе Бресте оборудованы системой видеонаблюдения. Система видеонаблюдения позволяет уменьшить количество нарушений. Все нарушения, которые фиксируются на камеру, передаются сотрудникам госавтоинспекции, ну и госавтоинспекция принимает соответствующие меры. Поэтому водители предупреждаем, чтобы не нарушали правила дорожного движения. В числе основных нарушений правил проезда водителями транспортных средств выезд на железнодорожный переезд при начинающем закрываться шлагбауме или при запрещающем сигнале светофора. Власно кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение правил проезда железнодорожного переезда грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин. Каждый водитель, управляя транспортным средством, должен понимать, что запрещающий сигнал светофора, независимо от того, открыть слабоум или закрыть, уже является запрещающим. И выезд на железнодорожный переезд запрещен. Паровоз летит-гудит, машинист вперед глядит. Это слова из стихотворения Сергея Михалкова «Дядя Степа», написанные для детей. В данном контексте оно приобретает совсем не детский смысл. Затормозить вовремя машинистам удается очень редко. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ. Продолжение следует...